Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. В фестивале мультиформатной музыки Индюшата. Вы уже наслышаны, я знаю точно об этом фестивале, и сейчас мы поговорим подробно, основательно, тем более, что отборочные туры в самом-самом разгаре, ну, в общем-то, и до финала тоже осталось совсем немного времени. С большим удовольствием представляю вам сегодняшних наших гостей. У нас в гостях российский журналист, музыкальный критик, рок-критик, продюсер, квази-музыкант, в общем, достаточно величайший музыкант современности, человек. Сергей Гурьев, Сергей Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Очень рада вас видеть. С большим удовольствием представляю вам Юль Тимонину. Юлечка, между прочим, победительница 2017 года как раз в фестивале Индюшата, Гран-при, да, Юля, если я не ошибаюсь? Это вообще очень круто. Очень рада тебе, Юля, и Андрей Адамович, гитарист, музыкант, который сегодня поможет нам в живом исполнении Юлии, так что будет очень интересно. Друзья, будьте непременно с нами и поблизости. Ну что, предлагаю сразу же к главному и важному. Отборочные туры идут. В каких городах уже побывали? Я знаю, что накануне в Санкт-Петербурге был выбор, а до этого... Буквально вчера, да, был в Санкт-Петербурге. Перед этим проходили отборочные туры в Калининграде, Екатеринбурге, в Перми, в Казани, в Воронеже. А, и это не... Кое-что впереди еще. И кое-что впереди. Даже, я вам скажу, 4 августа. Это ближайшее воскресенье, да, куда мы обязательно всех наших зрителей и слушателей и приглашаем, и еще будем приглашать. Ну а дальше я вижу, кстати, по списку Симферополь. Я вижу Владивосток. Да, и Краснодар. И Краснодар еще туда же прибавляется. Ну и что с талантами на сегодняшний день? Что с участниками? Сергей Геннадьевич, расскажите нам, пожалуйста, достойно или подбираются команды? Ну, в этом году у нас вообще фестиваль очень необычный. Мы впервые за уже 29-летнюю историю фестиваля... Да, начало аж в 90-м году все было. Это, конечно, старейший просто, старейший фестиваль. Да, он, в общем, ежегодный. Там, правда, был перерыв, но в 18-й раз уже он будет проведен, тем не менее, в этом году. И впервые мы получили президентский грант. Это что означает? Это очень круто. Да, это означает, что мы можем вывозить отборочную комиссию, так сказать, членов жюри, всяких музыкальных журналистов в разные города и смотреть там отборочные туры на местах. Потому что раньше все происходило в Москве. Да, раньше нам просто присылали заявки, присылали свои демозаписи, аудио, видео. И мы, руководствуясь вот такими представлениями, уже отбирали участников финала. Ну, это немножко условно, потому что мало ли какое демо оказалось у людей. Записать все, непонятно, как они на сцене выглядят, снять все. Конечно, это своего рода кот в мешке. Непонятно, как сняли, снять могли взять и неудачно снять. И они или это, а может быть, просто каких-то ребят по таланте. Или, да, сняли что-то другое, другой состав какой-то, а приедет совсем не этот. А сейчас вот компетентные жюри в разных городах смотрят уже вот как выглядит живьем на сцене реальный проект, реальный коллектив. Да, здесь уже очка втирательства, кстати, не прокатит. Вот, так что благодаря президентскому гранту появилась такая возможность. Возьмем людей в города. Ну и вот, смотрим, что прохватится. Ну, действительно, у молодых музыкантов, у каждого коллектива, там, музыканты, гораздо больше шансов появляется быть услышанным и увиденным, да, потому что у них у всех есть возможность приехать в Москву, даже если отберут, даже если пригласят, да, различные там бывают факторы, которые мешают. А сейчас, когда уже к вам жюри приезжает непосредственно в город, я думаю, количество участников тоже увеличилось, да, в связи с этим. Ну, в общем, да, можно считать, что увеличилось, правда, мы немножко ограничены числом городов, в которые... Десять всего. Да, десять городов. Но если кто-то, например, из... Хотелось бы прямо во все города и весь. Откуда-нибудь из Верхней Пышмы приедет в Екатеринбург, например, а из Севастополя приедет в Симферополь. Да, 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 очень хорошо. Вот, это все тоже можно, как бы, вот. Вот, если даже из Хабаровска приедет во Владивосток, там тоже ради бога. Главное, чтобы человек добрался до того города, где проходит отборочный тур, ну, не просто, естественно, добрался, а чтобы мы решили, включили его в ту десятку, которая в данном городе отбирается. А вот включение в десятку уже происходит по старым правилам. Смотрим видео, смотрим аудио и отбираем эту десятку, из которой выбираем уже одного участника, который приедет в финал осенью. А, только одного, да? Из каждого города едет, да. Потому что у нас, ну, да, 10-12 участников финала. То есть Александр Кушнир как раз тоже отец основатель был, и он говорил, что бывает по-разному, можем и двух взять, можем и трех. Ну, в исключительном случае можем двух, но трех нет, уже нет, потому что тогда мы другие города повредим. В исключительном случае можно выбрать два из одного города. Ну, а так, в общем, один, потому что финал вместит в себя, ну, так, около 12 участников, не больше. Ну, вообще, надо сказать, что, конечно, если говорить про гранд-президента, это очень круто, это сразу, и, конечно, уровень фестиваля поднимает, да, и вам легче гораздо каким-то заниматься этим делом. Ну, поздновато, с одной стороны, но лучше поздно, чем никогда. Хорошо, что сейчас, да? Ну, безусловно. Ну, это было несколько лет истории, да, фестиваля практически, и, конечно, хотелось бы их вот чуть раньше. Гарант ли это того, что теперь индюшата всегда будут под покровительством и патронажем президента? Ну, нет, не гарант. В каждом году гранд, он выигрывается, происходит гигантский конкурс, мы вот... Придется биться опять в следующем году за получение. Там было чуть ли не тысяча мест, претендовало на этот гранд, и вот мы в результате нас выбрали... Так, большая удача, в общем, действительно так легче, но гарантии никакой нет, что дальше. Можно сказать, что удача, но, с другой стороны, мне кажется, это абсолютно заслуженная история, которая должна была случиться с фестивалем индюшата. Мы продолжим общаться с нашими гостями, мы, конечно, еще обязательно поговорим с Юлей, послушаем замечательные песни, авторские в ее исполнении. И прежде небольшая пауза. Оставайтесь с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, продолжается программа фестиваля индюшата, тот самый фестиваль, о котором мы с вами ведем беседу, и который в эти самые месяцы и дни проходит по городам и весям нашей России. В фестивале уже почти 30 лет. У нас сегодня в гостях один из основателей фестиваля Сергей Гурьев. Это журналист очень известный, музыкальный рок-ретик, продюсер, квази-музыкант. С вот такой биографией, если мы просто начнем это все перечислять, мы можем сидеть просто до утра, а то, боюсь, и до воскресенья, как раз до того самого дня, когда в «Мумитрульбаре» пройдет отборочный тур для московских групп. Да, для Москвы. Для Москвы. Мы стараемся на Москве в фестивале акцент не делать, наоборот, тащить побольше группы с провинцией. А для московских групп есть ограничения, ну, как и для провинциальных тоже. В фестивале не могут принимать участие группы, у которых в Москве в клубе был хотя бы один сольный концерт. Ах, вот оно что! Если такое было, то уже вот такая группа участвовать не может. А если где-то в сборном концерте сыграло какой-то короткий сет, ну, тогда еще куда не шло. А желательно, чтобы вообще никогда не приезжал, и все увидели впервые. Здесь, я так понимаю, вообще такая штука у вас очень классная происходит на фестивале. Александр Кушнир был у нас вот в гостях, всегда рады очень ему. Он как раз рассказал, что какой-то год был, по-моему, все три первых места. Команда из Екатеринбурга до Сурала взяли призовые места. Ну, бывают фестивали, да. Несмотря на то, что, да, как бы место рождения фестиваля, это все-таки Москва, но здесь победить может любой регион абсолютно, и здесь никаких нет своих и чужих. Здесь все индюшата. Ну, можно сказать, да, что Москва даже слегка третируется. Потому что, ну, мы справедливо считаем, что в московской группе заявить о себе намного проще, чем в группе из провинции. Конечно, конечно. Ну, просто вот делать такое правило, что в Москве вход запрещен, но это будет перегиб. Поэтому на определенных условиях и москвичи могут. Друзья, я хочу, чтобы мы сейчас обратились к Юле. Юля Тимонина, напомню, победительница фестиваля Индюшата 2017 года. Гран-при. Гран-при, да, это, собственно, вообще, ну, получается, в масштабах России просто лучше. Это высшая награда. Это высшая награда. Даже не совсем России, потому что тогда Юля представляла Одессу. Ну, да, представляла Украину. Но теперь Юля уже Россию представляет, потому что живет в Москве, да, два года. На данный момент, да, два года. И продолжает творить. Юля, дорогая, ну, конечно, расскажи мне, как ты, будучи в Одессе, узнала про Индюшат? Что для тебя это было? Верила, не верила? Рисковала, не рисковала? Надеялась, не надеялась? Или... А, да, ну, у меня есть подруга, которая, ну, очень любит мое творчество, и которая меня, в общем-то, туда надоумила попасть. И Индюшата – это такой фестиваль, который представляют люди с большим именем, да, ну, Кушнир Александр, Леонид Бурлаков и прочая команда, как говорится. Конечно, Сергей Гуриев, да. Да, Сергей. И эти люди, они составляли в моем, в моем, как бы, взрослении в моем, ну, большой-большой вес, да. И под их началом, под их именем появлялись новые звезды, которых я любила, с которыми я жила и с которыми я взрослела. Ну, и вот такой, да, фестиваль. У меня совершенно, если говорить обо мне, у меня совершенно не было ресурсов для того, чтобы попасть в Москву. Это то, о чем говорит Сергей сейчас. Вот этот грант, он, конечно, позволит многим музыкантам сделать такой прорыв, потому что у меня, собственно, этого шанса не было, по большому счету. И у многих. Да, я там работала на какой-то своей работе, там, в Одессе, да, но все-таки это какая-то совершенно другая жизнь. Ну, у меня был человек, который мне помог, ну, туда вот попасть, да, ну, я имею в виду, меня туда определил и говорит, давай. Говорю, окей, хорошо. Вот, и я повторюсь, сказав, что этот фестиваль, он очень честный, потому что у меня по приезду в Москву совершенно ничего не было. Вот с Андреем, с моим сейчас вот, да, музыкантом, гитаристом прекрасно. Мы познакомились уже позже, благодаря, собственно, Дюшатам, благодаря Леониду Бурлакову, он нас познакомил. До этого, когда я приехала на фестиваль, у меня не было ничего, я выступала под минус, абсолютно у меня не было музыкантов, я была совершенно, ну, знаете, как нищенка, как говорится, ну, в таком музыкальном плане. Я включила этот плейбэк, нажав на play, и отыграла все, что смогла. И вот люди, ну, как-то, да, которые были в жюри, они меня оценили, я им благодарна. Это было, правда, честно. Наверное, да. Ну, вот надо сказать тоже, да, отличие большого фестиваля Андюшат от других фестивалей, музыкальных конкурсов, это в том числе и время, отведенное для каждого участника, да, вот во время музыкальной паузы Сергей сказал, что это у каждого артиста 20 минут как минимум есть, да. То есть это не с одной песней, два, которые, как правило, там от волнения что-то, или неудачный репертуар себе выбрал, ставку не на эту песню сделал, здесь-то как раз есть возможность себя показать со всех сторон. Ну, особенно если, да, у человека разностороннее творчество, он может работать в мультиформатном каком-то жанре, ну, и как минимум у него, наверное, есть быстрые вещи и медляки там, то есть из них можно выстроить вот полноценный сет. Юля, у тебя сколько стоил сет? Ну, тоже это было, по-моему, три песни, я уже так не припомню. Ну, была какая-то, да, вступительная, средненькая и заключительная часть. Ну, к тому моменту уровень твоей популярности, он каков был? Ну, ты знаешь, ну, очень низкий на самом деле, потому что я не очень социальная, медийная личность сама по себе, да, но у меня нет каких-то таких вот поклонников по всему миру, у меня есть отдельные люди, которые меня любят в интернете, но в медийном пространстве, я имею в виду, там, радио, что-то еще, какой-нибудь Ургант, например, что-нибудь. Какой-нибудь, действительно. Ну, к примеру, как вариант. Таких эфиров, конечно, не было, и было, ну, что-то такое. Ну, ладно, подожди, ты еще. Ну, сейчас мы понимаем, да, что мы не обесцениваем интернет, потому что сейчас благодаря интернету люди становятся популярными. Конечно, примеров уже масса. Да, но я говорю о том, что у меня на тот момент, когда я сюда приехала, у меня, ну, были поклонники, но их было немного. Я не могу сказать, что я не смею. Я делала какую-то такую историю, Сергей. А вы помните выступление-то, Юли? Да, Юля очень порадовала, потому что... Я просто думаю, там у вас тысячи заявок со всей России и стран ближнего зарубежья, тысячи. И вот девочка приезжает, три минусовки привозит с собой, и что же такое там выдать надо? Тот фестиваль, я его хорошо довольно помню, он был с очень сильным англоязычным креном. Вообще, вот мы с Александрой говорили о том, что ранние индюшаты 90-х годов, это была еще эпоха рыб, а потом, вот после перерыва, когда они возродились, уже эра Водолея. А она более такая охваченная глобализацией. Конечно. Там и половой глобализации, там ЛГБТ двигается, ну и дай бог. Ну мы сейчас приходили в городе. Вот, и языковой, многие очень стали петь на английском. Индюшаты 90-х все пели на русском. Писать, писать даже на английском. А сейчас очень многие пишут на английском. И вот фестиваль 2017 года как раз был такой, что вот присылали русскоязычные группы заявки, но вот по музыке, по концепции как-то англоязычные получались ярче. И мы, хотя мы корнями в 90-х, и мы любим очень русскоязычную музыку, просто будучи объективны, звали много англоязычных групп. И вот на их фоне Юля с своей русскоязычной программой, вот с каким-то месседжем духовным выглядела очень ярко. Тем более текстовой русский рок, он часто бывает какой-то по музыке не сильно интересный. Вот англоязычные группы по музыке всегда интереснее. Может, потому что с английским языком легче встраивать текст в какую-то более извилистую музыку. Английский язык же более гибкий. А Юля, невзирая на то, что пела по-русски, у нее вот в программе было много арта. Это вот реально была вот музыка хорошая, интересная. Была, есть и будет. Юля, покажи нам, пожалуйста, свое творчество Юлии Тимонина. Ну, давай быстренько прямо в двух словах. У тебя же уже два альбома целых выпущено, по-моему. Да, два альбома, и сейчас мы работаем на третьем. На третьем, то есть уже есть что показать, есть что где слушать. И что мы сейчас послушаем? Верю-не верю. Отлично. В туману тонуть, превратиться невидимой. Сколько часов смогу для тебя быть такой? Дышится грудь, живая я, видимо, все, что песок, воздух тоже возьму рукой. Очень сочная часть тебя высыхает, мне хочется плакать. Но я почему-то сплю, может быть, именно сохшую мякоть, Такую разную тебя я давно люблю. Невесомо касаясь губами, платьем тебя задевая. Верю-не верю тебе, знаю-не знаю тебя. Кто и откуда взялась-то, что это за напасть? Как это происходит? Мир из-под ног уходит. Прочно приклеим ноги голову кукля, Твоя игрушка с самого детства. На полу в зале, разжигая угли. Я думаю, все мы всего лишь средства. Молча на корточках возле самого сердца. Поняла, что так долго была одним из компьютеров. Все успела уже давно загореться, Кроме нас с тобой зачерственелых. Невесомо касаясь губами, платьем тебя задевая. Верю-не верю тебе, знаю-не знаю тебя. Кто и откуда взялась-то, что это за напасть? Как это происходит? Мир из-под ног уходит. Невесомо касаясь губами, платьем тебя задевая. Верю-не верю тебе, знаю-не знаю тебя. Кто и откуда взялась-то, что это за напасть? Как это происходит? Мир из-под ног уходит. Браво, Юля Тимонина. Юль, спасибо огромное. Да, голос очень крутой. Мне невероятно понравилось. Ну, все понятно. Обладательница Гран-при фестиваля Эндишата 2017 года. Все вопросы абсолютно сняты. Все становится абсолютно прозрачно и понятно. Да, это очень здорово. Что касается этого года, Сергей, скажите мне, пожалуйста, вот все-таки уже в нескольких городах прошли отборочные туры. Четвертого в Москве. Дальше еще будет несколько городов. Есть уже для вас откровенные какие-то, не знаю, любимчики или претенденты? Как-то для себя вы члены жюри что-то уже намечаете? Видите явных фаворитов? Или все решит финал и пока вообще никаких невозможно делать прогнозов? Ну, мы в каждый город посылаем разный набор участников жюри, чтобы там тоже был определенный плюрализм оценок и прочее. Я вот ездил конкретно в Казань, и в Казани мы выбрали группу «Клевер». Пишется причем по латинице cl.vr. Это, да, ничего тут удивительного нет, понятно? Да. Она играет, ну, не характерный ранее для индюшат, такой своеобразный, можно сказать, готик метал даже. Здорово. Вот, но очень творчески осмысляя этот стиль, в частности, сценическим решением. Там вся группа выступает в черном, и есть две солистки, брюнетка и блондинка, и обе вот полностью в черном. И бегают они по сцене, взаимодействуют между собой, принимают какие-то позы, ну, не то что эротические, но драматургические скорее. И все это, в общем, некое такое действо. Вот эта группа, наверное, произведет впечатление на финале. Уже на финале, да, здесь, в одном из столичных клубов. Осенью мы будем следить внимательно за развитием событий, друзья. Сейчас коротенькая пауза и продолжим наш эфир. Продолжается программа. Сергей Геннадьевич, я хочу вас попросить все-таки рассказать немножечко о том 1990-м году, когда индюшатцы зародились. Александр Кушнир, величайший продюсер современности, вы вдвоем, как это что, на кухне, напечатая статью или записывая музыку и находясь в группе, как это все зарождалось? Ну, в 90-е годы у нас было даже два фестиваля. Я делал с друзьями фестиваль индюки, а Кушнир делал фестиваль индюшаты. И на индюках, да. А ваши индюки, это тоже от термина инди или хотя бы у вас к мясу индюшатине какое-то отношение имеется, нет? Инди, безусловно. От слова инди, но были всякие другие смыслы. Например, была аллюзия на известную песню Джона Ленна «Cold Turkey», «Холодный индюк», что на наркослэнге означает состояние абстиненции. И вот казалось, что тогда на рубеже 80-90-х вся наша андеграундная культура оказалась в некоем состоянии абстиненции. Вот когда происходил уже слом эпох, распад Советского Союза. А на индюках тогда играли уже такие матерые, заслуженные, мощные группы индепендента. А на индюшатах молодые и юные. И со временем получилось, что какие-то заслуженные группы альтернативы, тогда в 90-е они могли быть еще, тем не менее, откровением для широкой публики. А сейчас, если она заслуженная, она уже очень известная, она играла на всяких нашествиях. Вот сейчас будет фестиваль, например, юбилей китайского летчика, летчик дачи лета. Вот туда поедут группы. То есть они ни для кого сюрпризом уже, во-первых, не являются. И во-вторых, им уже нужны серьезные гонорары и прочее. А индюшат оказался вот более такой живой формат и существует до сих пор. Ну, я так понимаю, что индюки, да, к сожалению, они закрылись. Но дальше вы с Александром Кушнером уже плавненько все перешли полностью в индюшат, в молодые команды, в молодые группы. И если рассматривать вот эту историю, почти 30-летнюю, можно сказать, что да, вот индюшата вот 98-го, это было вообще лучше. Это вообще был золотой фестиваль какой-то. Или каждый год он обязательно чем-то выделяется тоже для вас? Ну, если брать старые фестивали, был выдающийся фестиваль в 91-м году, куда приезжала, например, группа «Монумент страха» из Санкт-Петербурга. Был такой страшный индастриал, человек огромной страшной бензопилой распиливал на сцене гитару, и она издавала безумные звуки. Вот такого сейчас, конечно, уже никто не делает. Ну, есть воспоминания о индюшатах, вот забыл, по-моему, 2011-го года, где Гран-при взяла Екатеринбургская группа «Обе-две». Вы даже дали старт большому количеству известных артистов, Женя Любич в том числе. Да, там же как раз играла Женя Любич на том же фестивале, в котором тогда была бэк-вокалистка «Новый львак». Но у нее, тем не менее, был и свой собственный сольный проект, и мы даже помогали его как-то собрать в музыкальном плане. Ну, вот были какие-то вехи, но есть надежда на то, что нынешний фестиваль 2019-го года, который получил такие влияния и такую поддержку, он тоже окажется достаточно этапным. Кстати, я вот смотрю на ваши глаза, горящие, я невероятно рада тому, что вы такие мэтры, ну, правда, величайшие люди, которые знают уж музыку России, Советского Союза и всех остальных стран. Ну, я не знаю, там, с каких, с 60-х? У вас же даже диплом был на тему молодежной контркультуры 60-х годов, как художественный эстетический феномен, да, когда-то выпускаясь в МГУ. Да, в МГУ на искусствоведении там была. Но при этом вы продолжаете развиваться в современной музыке, да, вы не засели там в этих годах, наверное, у вас есть какие-то любимые группы, но тем не менее, молодежь вас удивляет из года в год, да, и вы не хватаетесь за голову и не говорите друг другу, скажем, боже, ну, что это такое сейчас творится в музыке современной? Ну, в какой-то степени мы, можно сказать, чуточку консервативно, потому что... То есть вы все-таки хватаетесь порой за голову? Сейчас все-таки поднимает голову все больше и больше хип-хоп и текстовая русскоязычная музыка. А в Индюшатах, кстати, есть место в музыке этого направления? Допустимо, но это настолько хип-хоп все-таки цельная субкультура со своей инфраструктурой, что группам проще продвигаться по ней, чем по Индюшатам, потому что там есть уже четкий референтный круг, который узнает новые имена и все такое прочее. Но в остальном, кроме того, что в Индюшатах сегмент хип-хопа не пропорционален его реальному наличию на музыкальной современной сцене, в остальном мы стараемся держаться в русле современных тенденций. Электронную музыку и инновации в ней там очень любим. Замечательно. Ну, не зря все-таки уже многие годы фестиваль носит название как мультиформатный фестиваль. И за это вам отдельное, конечно, спасибо, потому что это, ну, наверное, главная такая история, когда музыка, неважно какого формата, она должна быть просто хорошей, качественной, да, и нравится обязательно всем. Юль, мы с большим удовольствием готовим тебя послушать чуть позже, через две минутки. Готовьтесь к выступлению. У нас снова небольшая пауза. Мы обязательно вернемся к вам, друзья. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа, продолжается наша эфир, друзья. Мы продолжаем говорить о фестивале Индюшата, фестивале мультиформатной музыки. В нескольких городах уже прошли отборочные туры. Накануне буквально в Санкт-Петербурге 10 команд били за место в финале фестиваля Индюшат. 4 августа мы вас все приглашаем, если у вас есть время, возможность, желание оказаться в Момитрольбаре. 16 часов, да, Сергей, уже, по-моему, начинается отбор. Большой марафон с 16 до 23. 7 часов замечательной команды выступают. Поэтому на часок, на другой, а то и на все 7 часов. Добро пожаловать, посмотреть. Кому как интересно. И одному из первых, да, оказаться, может быть, где-то для себя кого-то открыть из групп, а потом сравнить с мнением авторитетного жюри. Это тоже очень интересно. Дальше Симферополь, Владивосток, какой еще город? Краснодар. Краснодар. А разве он у него июня был, да, почему-то у меня указано? Мог я прозевать, да, Краснодар. Мне кажется, немножечко его прозевать. Может, он уже прошел. Ну, неважно. Главное, есть соцсети у Индюшат, есть официальный сайт у фестиваля Индюшата. Друзья, там все подробно расписано. Все города, место встреч, все о каждом участнике и члене жюри. Так что информации просто невероятное количество. Юлия Тимунина. Был, был Краснодар, точно. Победительница фестиваля Индюшат 2017 года. Что там, победительница, обладательница Гран-при. Попросим, Юля, исполнить. Юль, что мы услышим? Да, это будет новая песня из нового альбома, которая предстоит у нас. Она называется «Голем». Ее еще нигде нет в записи. Мировая премьера. Поехали. Ну да. Закрываются двери, просыпаются звери, Опускаются шторы до темноты. О, бесчувственный голем, я прошу, ты посхолим Просыпаться без боли и суеты. Распускается август от твоего лица, Плавлюсь, и все твое лицо пулится, Остальное еды. Приоткрытые окна на подоконнике, Мокро наступят в реке, Много теперь воды. На ладонях, на линиях, на царапате, Имя голем, милый, усиливай их хвосты. Электрическим полем взрывается, Голем рассыпается, Дрожью на три версты. Распускается август от твоего лица, Плавлюсь, и все твое лицо пулится, Остальное еды. Приоткрытые окна на подоконнике, Мокро наступят в реке, Много теперь воды. Распускается август от твоего лица, Плавлюсь, и вот твое лицо, Лицо остальное еды. Приоткрытые окна на подоконнике, Мокро наступят в реке, Много теперь воды. Юлия Тимуевна, прям хочется, чтобы это продолжалось. Спасибо. Продолжалось. Браво. Спасибо. Андрей Адамович. Андрей, спасибо большое. Да, это здорово. Когда альбом будет? Ой, я надеюсь, что скоро. Приходи к нам обязательно с презентацией. Пластинки, да, будем очень-очень-очень рады. Говорю искренне. Сергей Геннадьевич, ну, скажите, пожалуйста, вот сейчас допускаю, предполагаю, кто-то, может быть, по уважительным причинам услышал впервые индюшата 30 лет, а я почему-то там не пела, у меня тут команда, мы тут тоже приехали вчера, не знаю, там, с Казахстана, и не слышали почему-то об этом фестивале никогда, но так случилось, получилось. Сразу ли начинается набор, прием заявок после финала? Или уже сейчас можно слать материал на следующий год? Я так понимаю, потому что вот уже сейчас-то участники отобраны, да, все, то есть не попасть уже. Ну, сейчас, я думаю, кстати, в Симферополь даже еще можно ворваться, потому что мы вот смотрим заявки на Симферополь, и поэтому, если вдруг сейчас кто-то пришлет из каких-то окрестных городов, там, Севастополь в Патуре, Ялта еще есть шанс оказаться. Вот мы у нас на сайте можем найти, как это все присылать. Вот. Ну, а дальше как? Или есть после финала будет какое-то заявление, на все, что, а, все, начался, снова набор заявок. Ну, где-то начиная со следующей весны, вот буквально с марта, можно уже присылать на фестиваль Индюшата 2020. Как раз у нас тогда будет 30-летие фестиваля. Да, я представляю, какой масштаб тогда ожидает нас. Будет юбилей. А если нам еще вновь вдруг каким-то чудом дадут грант, то это уже по миру поедем, да, с фестивалей. Да, то это будет супер-пупер-фестиваль. Индюшата лучшая будет. Сергей Геннадьевич, ну, а чем вы занимаетесь? Вот Индюшата сейчас пройдет финал. Мы узнаем, кто стал победителем, начнем слушать активно и любить эти команды, этих исполнителей. А вы чем будете дальше заниматься? Вы, Александр Кушнир, зачем вот с осенью и последующую весну? Ну, дюшатыми же едиными вы живете. Сейчас мы, например, снимаем, да, фильм про легендарный Подольский фестиваль. Это считался он советским вудстоком, причем назвали его так югославские журналисты, которые туда приезжали в 1987 году. Тогда было уникальное событие. Это был такой полузапретный опен-эйр, который удалось организовать чуть ли не обманным путем. Его пытались запретить всякие там областные власти Подмосковья. Ну, туда приезжали Наутилус, Помпилиус, который тогда еще нигде вообще не выступал. ДДТ там была, Бригадес, это был первый концерт Калиного моста в Европе. Ух ты! И было, да, тогда вот пять концертов за три дня. И, кстати, к дюшатам это косвенно имеет отношение, потому что первый вот фестиваль Индюки, где вот впервые появилось название Индюки от слова Индия. Вот он был устроен вот как бы по принципу Подольского, тоже пять концертов за три дня. Вот снимаем сейчас этот фильм. Это будет документальный фильм? Да, берем интервью у всех участников, у Бутусова недавно взяли интервью, у Галанин Сукачева нам давали интервью. Помнят они все времена? Помнят или уже улетели высоко? Вадик Демидов. Ну, помнят, да. Тогда удалось этот фестиваль еще достаточно хорошо заснять и записать, невзирая на 87-й год. Хотя тогда это вот приезжали разрозненные совершенно камеры. Вот один снимает на свое видео, другой на свое видео. Один человек смог профессионально записать звук, и вот потом все это уже смонтировали, уже выходил такой пятерной DVD на лейбле «Геометрия», который у нас поддерживает всякую независимую музыку. А сейчас вот мы это все монтируем с интервью. Это интересно. Будем ждать, да, посмотреть. Очень любопытно. Кстати, этот фильм, он тоже претендовал на грант, был фактически в том же конкурсе, что и «Индюшата». Но «Индюшата», так как они имеют отношение к реальной современной молодежи, они справедливо победили. Что касается книг, Сергей Геннадьевич, монографическая книга о группе «Звуки молу» уже достаточно давно выпущена. Может быть, какая-то еще группа удостоится, участие? Ну, мне предлагали написать все время про группу кино, даже книгу, но мне показалось, что неудобно переходить дорогу Лешу Рыбину. Я сказал, что давайте я лучше напишу про зоопарк. Вот как вы неудобны. В наше время никто не про неудобность не думает. Да, про зоопарк. А вот вы уникальный человек. Писали уже другие люди, так что вот получилось, что книга так и не вышла. Делал я книгу про гражданскую оборону, но тоже по ряду причин она не вышла, ее макет до сих пор существует. Значит, есть шанс, что мы увидим ее и прочитаем. Я хочу написать книгу про историю московского рок-самыздата, к которому я имел прямое отношение. Издавал легендарные журналы Урлайт. Вот с Льей Смирновым был такой тоже большой, крупный рок-журналист. Потом журнал Контркультура, участвовавший в подъеме гражданской обороны. Кстати, Контркультура была организатором и первого фестиваля Индюки и первых концертов гражданской обороны. Янки в Москве. Так что книга о московском рок-самыздате, я думаю, была бы довольно интересна. Сергей Геннадьевич, я, знаете, что хочу вам сказать? Конечно, мы обязательно вас вообще позовем. Мы будем вам очень рады, если вы к нам придете в гости. Потому что, конечно, с вами есть всегда о чем разговаривать. Невероятно интересный человек и много чего и мудрого, и интересного, из личного опыта, из опыта общения с легендарными музыкантами вы можете рассказать. Но у нас вот сейчас подходит эфирное время к завершению. И я, конечно, искренне благодарю вас за нашу встречу. Мне очень хочется еще раз всех пригласить. Жители Москвы и области, обязательно в Москву, в это воскресенье, 4 августа, на фестиваль Индюшата. Мне очень хочется пожелать... Мометроль-мюзик-бар. Мометроль-мюзик-бар, да. В 16 часов уже можно, друзья, прийти и сидеть там, 7 часов... Да что сидеть? Вход свободный. Вход свободный, кстати, это правда очень важно, да. И получать колоссальное удовольствие. Конечно, мы будем ждать финала, потому что очень интересно. И всегда интересно что-то новое, что-то свежее, что-то хорошее, качественное и талантливое. Поэтому искренне я, конечно, спасибо и Александру Кушнеру, и вам, Сергею. Спасибо за то, что вы столько лет это делали. Спасибо президенту за грант, потому что он расширил возможности этого фестиваля. Юль, дорогая, спасибо тебе тоже за то, что ты напишешь то, что ты делаешь. Мы будем очень рады тебя видеть с презентацией альбома. Спасибо огромное Андрею Дамовичу тоже. Значит, увидимся непременно у нас в студии. Друзья мои, дорогие гости, если что-то вы хотите еще сказать, добавить, милости, просим. Я бы еще добавил. Да, мне очень стыдно, что я переклинил. Я забыл, что у нас прошел отборочный тур в Краснодаре. И в июне, конечно, он прошел. И нам очень помогла бывшая сотрудница нашего музыкального агентства Женя Кащеева из Краснодара. Очень помогла провести этот отборочный концерт в Краснодаре. И вот еще ей спасибо тебе огромное, Женя, за гигантскую помощь и за то вообще какой ты светлый человек, энтузиаст и бескорыстный человек, который бесконечно любит независимую музыку. Индепендент. Спасибо, Женя. Женя, спасибо. Присоединяемся к вам в благодарности. Юлечка, тебе слово. Последняя, финальная песня? Да? Нет, нет, нет. Слово я имею в виду, не знаю, пожелания молодым музыкантам, индюшатам. А, молодым музыкантам, да. Я думаю, с Петем. Или молодым музыкантам. Но я думаю, что не стоит бояться, стоит все-таки пробовать. Но тут все зависит от желания. Если оно есть, то оно всегда приведет вообще к успеху. Но на самом деле, да, надо понимать, что это просто такой старт, да, фестиваль индюшат, но который может стать действительно очень громким. Разумеется, основная львиная доля все-таки на плечах артиста, команды, на удаче и так далее. Много факторов. Ну да, многие команды же в итоге известны. Вспомнить группу Обе-две, которая вот у нас побеждала в 2011 году. А в 93-м году у нас дебютировали соломенные ноты, про которых уже целую книгу Формейшн написал прекрасный журналист Феликс Сандалов. Спасибо вам большое, друзья. Еще раз на 4 августа Москва, Симферополь, 21 августа, 13 сентября Владивосток. Все перемещаемся по городам, отсматриваем участников, финалистов фестиваля индюшат и ждем, конечно, финал. Финал уже будет в Москве и обязательно, значит, увидимся на этом финале. Спасибо огромное, гости дорогие. До новых встреч. Спасибо и вам, друзья. Фестиваль индюшата УРАС! Лучшее в стране! Спасибо! 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 Продолжение следует...